Сначала была мысль, а зачем тебе все на себе переть? Затем придумали колесо, потом появился велосипед. В конце 90-х прошлого века этим торговать в России было не модно. Сегодня велосипед это часть здоровой жизни. Как вы думаете, какая средняя скорость перемещения автомобилистов по городу Магнитогорск? Я вам назову ее. Это 10-15 км в час. Какова скорость перемещения на велотехнике? До 40. Сколько калорий вы сжигаете и полезно ли это делать? Разумеется. Единственное, чего я не могу делать на этой велотехнике, так это снимать программу автостопа. Но всем могу рекомендовать приехать сюда, на Карломарце 194, в Академию инструмента, точнее, в Веломир. Теперь давайте разберемся, что это такое. Это велосипед, который имеет, вот видите, амортизаторы, который имеет дисковые тормоза и, соответственно, кладки, который имеет замечательный рисунок протектора и абсолютно грамотные выполнения обода колес. Теперь смотрим дальше. Веса у меня 109 кг. Ну, он туда-сюда прыгает, потому что я снижаю свой вес. Вы же сказали, вам толстый лег, а не нужен. Что мы можем дальше посмотреть? То есть, как мы не отбиваем свою середину часть. Вот он, амортизатор вторичной фиксации. Ну, давайте небольшой тест-драйв. Скорость я сделаю так, чтобы можно было, ну, мешать различные проблемы. Как-то, допустим, в горы отправиться. Так, это я перевел. Передняя передача имеет три диска зубит. Так, а задняя передача у нас имеет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, 10 скоростей. Столько скоростей не имеет даже автомобиль Mercedes. Так, ну что, байкеры? Точнее, те, кто хотят здоровым образом жизнь заняться. Теперь мы демонстрируем технички способностей. То есть, прославить, понятно, проедет любой дурак. Там, где дурак не проедет. Эй, конечно, то, что раньше получалось, лихо и просто, лихо и просто восстанавливается, сбросив явно лишние килограммы. Потому как вес велосипеда – это 7% веса такого ездыка, как Леха. Второй круг и на пониженной. Как-то странно, велосипед не рассыпался, педали не отвалились и рама не погнулась. Так вот, велосипед-то проедет везде. Мне далеко до специалистов БВГ. Но лет 20-25 назад я бы утерл нос. Но тогда, тогда велосипед какие были. Школьник, сверхтяжелый Урал. Самый любимый мой велосипед, на котором я удивлял весь свой класс 33-й школы. Это был велосипед «Турист», «Спортивка». Правда, тяжелый он был, представляете? Во мне тогда не было столько силищи, что вот так вот просто приподнять. Довольно легкий велосипед. Сделанный, кстати, в Перми из импортных комплектующих. А тогда, а тогда я неоднократно убивал свой любимый велосипед «Спортивный». Пришлось подваривать и педали. Что-то не приходилось делать. Но искать, допустим, спицы – это была проблема. Колеса – это тоже проблема. Оказывается, здесь, сегодня и сейчас можно купить все. Все запасные части. И на ту самую «Спортивку». Так что, ребят, поехал я в гараж, а путешествовать буду по городу. Вот в этой футболке. С надписью «Академия инструментов». Так, тест-драйв закончился. Про запчасти речь вести будем. Сорванцы любого возраста так иногда экспериментируют и часто не задумываясь о собственном здоровье, что сталь рвется, обод мнется, вилка выворачивается. Куда ехать? На свалку или в веломир? Второй вариант предпочтительнее, так как сейчас в наличии есть буквально все. Нас попросили не указывать тот высокий ассортимент велосипедов, которые здесь находятся. Ну, это мы сделаем в следующий раз и покажем, продемонстрируем. Мы расскажем про то, что кто в город везет велосипеды. Да кому не лень. Вам продали, и все, вы забыли. И у вас, допустим, сломался переключатель скоростей, у вас, допустим, вилка погнулась. Так и бывает, когда дешевый китайский велосипед упирается в хорошую выбоину. Или колесо восьмерочкой. Помните? Ну, все это мы проходили. Колесо правили руками. Если это получалось, крылья выкидывали, потом ездили грязными по дорожкам. А вот шестеренки, внутренние срезанные шкивы, это вот как-то сложно было. И поэтому тормоза на велосипеде пропадали. На школьнике, помнится. Сейчас все здесь есть, буквально все. Любые педали, любые сидения. Кстати, сидения не обязательно могут быть в вашем велосипеде. Исключительно спортивные. То есть давящие определенную часть. Взяли под хорошую филейную часть нормальную большую сиделку. И все. Теперь для тех, кому я обещал бошку свернуть, для тех, кому я обещал ваш велосипед оформить дополнительным образом, в смысле, если я бы увидел на этом велосипеде значок Мерседес, допустим, либо Линкольн, либо Форд, либо надписи с моего автомобиля. Потому как с Мерседеса значок у меня первый, с Линкольном аж пять штук, ну и Форд пострадал. Сейчас ничего делать не надо, приезжаем сюда, в Веломир. На Карла Марксус 194 любые наклейки, пожалуйста. Хотите, сделайте себе утюненный вариант. Не проблема. Папа, мама, дайте человеку денег, это недорого стоит. Ну и я уж порадовался, потому что графитовая смазка, которую я смазывал, цепь своего велосипеда, которую мой дядя доставал на комбинате, литиевая смазка появилась гораздо позже. Сейчас это уже не хиляет. Сейчас работает тефлоновая смазка. И в итоге цепь вашего велосипеда прослужит очень долго. Ну что, я практически все озвучил. Теперь и в завершении скажу. Между прочим, наступило время здоровое. Время, когда вы можете не тратить деньги. Время, когда вы можете заниматься собственным здоровьем. Время, когда все есть на наличии сегодня и сейчас. И, и, ну давайте вместе. Попробуем хотя бы раз приехать на работу на велосипеде. А что мы вот там не проперли, тут, пожалуйста, есть и очень хорошие замки. Кстати, на велосипеде путешествует замечательный Китай. На велосипедах путешествуют Турция, Индия. И все нормальные страны, где люди не выглядят на 150 килограмм. Где не могут пробежать и не 50 метров и без отдышки. И где здоровье превыше всего. Если сравнить, то конструкционно, в велосипеде не меньше резьбовых соединений, чем в машине. Удельная нагрузка на единицу площади подшипника здесь не ниже, чем в ступице легковушки. Тяга на разрыв цепи не ниже нагрузок на шестерни планетарки. То есть запчасти должны быть как минимум качественные. А они таковые и есть. Есть здесь и руки умелые. На веломире. Что на Карла Маркса 194. Какая ценовая категория? То есть захожу в отдельные магазины и смотрю, аж велосипеды под 70 тысяч. Типа там, типа очень крутые. Многое зависит от того. То есть или уже профессионально катается, или новичок. То есть тут от этого надо отталкиваться. Какой правильно выбрать велосипед. Опять-таки есть несколько дисциплин, за счет которых выбирается велосипед. То есть это может быть и спокойная езда, комфорт. То есть более такая быстрая кросс-кандри. Ну и уже более серьезные дисциплины. Которые там прыгать с трамплинов дёрт и прочее. Ну и спуск с горы. Вот отсюда и идет весь разбег в ценовой политике. Перечислив два последних, скажем так, экстремальных вида спорта. Мы скажем, что 100% там на колесе появляется либо восьмерка, либо оно становится овальным. Ну, мы ребята-то вроде крепкие, да? Спицы можем открутить и вот колесо из овального сделать приблизительно круглым. Восьмерку тоже сейчас можно и руками подтянуть. Но как это сделать грамотно? Есть ли возможность такая? Ну, возможность, конечно, есть. То есть это можно сделать и здесь в магазине, и в других магазинах, которые занимаются торговлей велосипедов. И у них есть серьезные точки. Ну, здесь все это можно сделать за счет того, что это выводится все на месте, на велосипеде. Надежнее всего получается. Ну, а если уже сильно убитое колесо, точнее обод, то просто можно его заменить.